Итак, о чем же забыли сообщить в своих спичах как кремлевский лидер, так и президент Соединенных Штатов Америки Пайден? А все дело в том, что 1 февраля этого года был опубликован некий документ, называющийся нулевой проект договора о пандемии, который в настоящее время требует подписания и артификации всеми 194 государствами-членами Всемирной Организации Здравоохранения. В нем, под домогогическими лозунгами борьбы с пандемиями, ВОЗ требует для себя право объявлять и управлять чрезвычайными глобальными пандемическими ситуациями. При этом, как только будет объявлена эта ситуация в области здравоохранения, то все подписавшие ее страны должны будут подчиняться ВОЗ в отношении лечения, правительственных постановлений, в том числе локдауны, мандаты на вакцины, глобальные цепочки поставок, мониторинг и эпиднадзор населения, а также так называемое распространение недостоверной информации, о которой, разумеется, полностью прекратит любую научную дискуссию. При этом, как понятно, тема эта широко не обсуждается на общественном уровне, и утверждение проекта договора должно случиться 27 февраля, на встрече представителей государств-членов ВОЗ. И если по понятным причинам в Российской Федерации эта тема не затрагивается вообще, и мы еще к этому вернемся в наших следующих видео, то в Соединенных Штатах Америки она все-таки обсуждается, хотя, к сожалению, это происходит исключительно по причине соперничества республиканской и демократических партий, и критические, весьма разумные замечания звучат именно со стороны республиканцев и сводятся к критике президента Байдена и его правительства. И хотя, повторюсь, их критика вполне разумна, но они забывают только сказать, что в свое время именно республиканский президент Дональд Трамп не в последнюю очередь ввел весь мир в состояние панического хаоса, хотя и впоследствии объявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной Организации Здравоохранения и прекращении финансирования этой организации. А теперь же республиканцы вполне справедливо утверждают, что в случае подписания нулевого договора, страны мира и в первую очередь Соединенные Штаты потеряют часть своего суверенитета. При этом все может произойти и без одобрения Сената исключительно действиями самого президента Байдена. И даже без прохождения Сената возможной станет временная имплементация этого соглашения. Забудем на время о всевозможных лозунгах сохранения здоровья, координации, борьбы с эпидемиями. Этим можно оправдать все что угодно. Но вот что в частности говорят американские профессиональные эксперты, с которыми мы безусловно согласны. Доктор Дэвид Белл, врач общественного здравоохранения и бывший сотрудник ВОЗ, специализирующий как раз на эпидемической политике, говорит, они решают, что является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. И они внедряют механизм наблюдения, который вырабатывает критерии для объявления чрезвычайных ситуаций. Фактически этот договор выражает инициативу Всемирной Ассамблеи Здравоохранения по созданию глобальных правил борьбы с пандемией, которые заменят законы государств-членов. Фрэнсис Бойл, профессор международного права в юридическом колледже университета Иллинойса, говорит, что таким образом они создадут Всемирное Медицинское Полицейское Государство под контролем ВОЗ. И в частности, генерального директора ВОЗ Тедроса, Тедрос или его преемник смогут издавать приказы, которые будут идти к вашим врачам, начиная с первичной медико-санитарной помощи. И они же будут внедрять протоколы лечения, различные виды лекарственных препаратов и вакцин, вне зависимости от того, что говорят научные исследования о различных категориях пациентов. Чем закончится борьба в Конгрессе и Сенате Соединенных Штатов Америки, пока не ясно. Но я должен сказать, что дело, на мой взгляд, не только в медицинских аспектах, а в первую очередь как раз в общественно-политических. Ведь имея какое-либо влияние на руководство ВОЗ, станет возможным легко создавать искусственный управляемый хаос для достижения своих политических, пропагандистских и военных целей. А учитывая, что методика подбора кадров этой организации выглядит абсолютно поверхностной, если не сказать ангажированной, и зачастую попахивает откровенной коррупцией, что таким образом может реально привести к появлению глобального большого брата, который будет координироваться наиболее агрессивными центрами силы на планете. Кстати, посмотрим, в чьих же руках сегодня находится руководство World Health Organization. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова